Toyota обновила седьмое поколение пикапа Hilux. Рестайлинг принёс огромную решётку радиатора, а также иные бамперы и фары. У дорогих исполнений оптика теперь полностью переведена на светодиоды. К переделке интерьера японцы подошли очень сдержанно. У простых рабочих версий салон не изменился ни капли. А вот более дорогим комплектациям перепали другая панель приборов и крупный экран медиасистемы. В гамме моторов главная роль по-прежнему отведена дизелю 2.8. У него появилась новая модификация отдачей свыше 200 сил, для которой пришлось изменить систему охлаждения и добавить балансирный вал. Старые версии дизеля, а также другие моторы, включая бензиновый атмосферник, никуда не делись. Всем двигателям полагаются механические коробки передач, а шестиступенчатый автомат за доплату полагается только агрегатом на солярке. Задняя подвеска обзавелась новыми рессорами и амортизаторами. Поступь Хайлакса должна стать мягче. Но изменения в подвеске пошли на пользу и грузоподъемности. Также перекалиброваны усилители руля и система стабилизации. Финальная новость – появление спецверсии Invincible. У нее собственный дизайн передней части, эффектные расширители арок и множество других внешних отличий. Салон украшен перфорированной кожей и черным декором. Логично предположить, что роскошная вариация пикапа появится и в России, хотя даты поставок обновленных машин пока не раскрыты. В Европе дебют состоится через месяц, а в Таиланде машины уже отгружаются дилером. Между тем, вслед за родственным пикапом Хайлакс обновился и рамный внедорожник Fortuner. Дизайн модели почти не изменился. Отметим новые бамперы, решетку плюс светодиодные фары. У версий подороже на диоды перешли и задние фонари. Салон пересмотрен по образцу пикапа. От него же взяты усилители руля и перенастроенная ездовая электроника. Куда интереснее, что Тойота решилась вывести спецверсию под названием «Леджендер». У нее свой дизайн передка и двухцветная окраска кузова, не считая черного декора. В салоне двухцветная обивка эко-кожей, собственный дизайн приборов, 9-дюймовый экран медиасистемы и контурная подсветка. Список моторов у Тойоты зависит от конкретного рынка, но свежая 200-сильная версия дизеля появилась и здесь. В Таиланде и Австралии обновленные внедорожники появятся до конца лета, но нам, видимо, по традиции придется ждать дольше.